приветствую граждане почитатели маленькой тракторной техники вот сегодня на обзоре вот такой интересный экземпляр невиданный доселе зверь ну мной хотя вру видел я такой трактор с такой же облицовкой один раз где-то на авито проскакивал в объявлениях правда он так порядком ушатный уже был вот и стоял на нем дизельный двигатель руджерине по моему если память не отшибла вот ну теперь посчастливилось вот такой трактор увидеть живую причем в идеальнейшем состоянии трактор долгое время просто стоял не работал в принципе вот по резине все видно но и по другим агрегатам тоже это можно понять вот эти все даже точечки надписи ну и как бы и рычаги видно что ничего тут не цеплялась ничего не эксплуатировалась сидушка в идеальнейшем состоянии краска не ободрана нигде ничего то есть тракторов ну состоянии нового скажем так но хотел основном конечно про облицовку это в двухтысячных годах в начале двухтысячных годов на белорусском заводе проводились такие эксперименты с облицовкой с моторами я так понимаю отходил уже там у d25 уже как бы не отвечал современным требованиям к двигателям ну а может быть их вообще перестали к тому времени выпускать точно не знаю вот и начали пробовать другие моторы бриксы тоже наверное какие-то проблемы с ними возникли потому что вот с этого периода как раз их и не перестали ставить вот начали ставить чешские двигатели иков попадались мне уже 112 трактора с этими с чешскими двигателями но с обычной облицовкой а вот сейчас попался вот с такой облицовочкой но это не супер современное ничего это вот я повторюсь эксперименты белорусского завода в начале двухтысячных годов такая экспериментальная облицовка попадался мне еще один трактор но как попадался я увидел на авито где-то в ростовской области тоже с такой же облицовкой но там стоял дизель дизель по моему роджерине то есть даже пробовали такой двигатель вот на облицовка была один в один вот такая же облицовка пластиковая такая вся обтекаемая аля там болит формула 1 даже не 11 они тоже угластые а тоже какой-то формулы такой что то есть в нем от ferrari f40 все это пластик то есть в облицовке ни грамма нет железа вот но вот так эргономично запрятаны фарки здесь вот такое тиснение с надписью беларусь она такая рифленый штамп ну а органы управления все в принципе те же здесь никаких в общем-то изменений нет задние фары тоже вот запрятаны в такие крылья пластиковые же брызговики стену и вот особенно мне нравится вот это вот место вообще просто ну ferrari f40 не меньше вот трактор в идеальнейшем состоянии достался не эксплуатировался вот родная резина видно что износа 0 сидение вот эти все надписи все на месте ничего не загажено маслом то есть вот музейный экспонат надо кстати предложить белорусам на завод вот ну в общем облицовка облицовкой все я вроде ее показал она интересная красивая все замечательно но не менее интересная у этого трактора судьба я так понимаю что он попался где-то там на стыке этих экспериментов то есть я удивился почему стоит удэшка ну думаю ну стоит и ладно все покажу вот удэшка покрашена в черный цвет вот та же краска что и на других агрегатах на острове трактора видно что она тоже новые все замечательно но что как бы возникли подозрения из-за чего когда я увидел вот эту заводилку это раз потому что если кто знает мтз знают что удэшки были с ручной шмыргалкой потом я увидел генератор который не с той стороны то есть удэшки в обычного удэшках он ставился прямо ну как бы вместо заводилки здесь он отдельно выведен шкив ну и потом в итоге я увидел вот такую переходную плиту плита заводского исполнения то есть не не колхоз не не самоделка не самопал это все заводское исполнение двигатель состояние как у трактора то есть видите между ребер все чисто ну то есть тоже новый ладно начал разглядывать дальше увидел еще одну интересную картинку сейчас покажу вот во первых клепки какие-то странные во вторых шильда ну но удэшках такое не было а в третьих 2002 год выпуска я вообще сомневаюсь что удэшки продавались 2002 году выпускали с 2002 году выпуск в 2002 году ну а здесь я как бы вообще в ауте я не понял что происходит вот причем удэшка новая коллектора не обгоревшие все чистые стоят дуги штатные белорусовские заводские подрамник штатные удэшки заводской то есть это не колхоз не самоделка ничего это апгрейд который сделан на заводе вероятнее всего вот но потом они многое стало понятно то есть вот с учетом всего вышеизложенного вот так в голове начинаю решать эту задачу как так мало получиться я пришел к выводу что трактор выпущен в 2001 году двигатель якобы выпущен 2002 году но судя по табличке эту табличку кто-то делал и кто-то делал с какой-то целью то есть вот не просто так вот и трактор был продан в 2003 году сейчас я покажу паспорт чек вот он трактор декабре 2003 года то есть понятно что этот апгрейд делали до продажи трактора что же на нем стояла изначально нахожу вот такую бумажку белорус 112 т.с. 112 т.с. начинаю сверять номера 2001 года выпуска все правильно все номера соответствует табличкам заводским кроме двигателя номера двигателя 1030 почему он не соответствует а потому что должен стоять на 92 должен стоять двигатель gh1509 а так как он у нас 112 должен стоять gh1511 это как раз чешский иков то есть получается что завода он вышел с паспортом с чешским иковым потом приехал в магазин я так понимаю этот чешский иков благополучно что-то там накрылся пока добрался до магазина может бракованный был а продавать трактор надо было вот магазин связался с заводом а заводом говорит а мы больше не занимаемся поставками этих двигателей из чехии мы уже переходим на другие двигатели ну а чё нам делать трактор надо продавать давайте мы вам пришлем кит комплект для установки у d25 я так понимаю в магазине у дилера просто этот кит комплект сюда поставили выкрутились с генератором вот таким образом вот получили с завода подрамник дуги глушителя и переходную плиту вот и поэт это объясняет то что трактор был выпущен 2001 году в 2002 его апгрейдили судя по табличке на двигателе и в 2003 уже готовый трактор и абсолютно спокойно его продали людям кстати это и объясняет почему в это время уже трактора шли с псм у этого трактора псм с магазина не дали то есть я его забирал у людей которые покупали его с магазина которые его купили в 2003 году и не эксплуатировали его не дня то есть он у них просто вот с третьего года по 23 20 лет простоял более того там в общем-то они совсем не механики те люди которые купили и вот на такой апгрейд они не способны но и опять же я у них спросил они мне сказали что с этим трактором купили его в таком виде и ничего с ним никогда никто не делал вот в принципе наверное и все что можно по нему сказать рассказать движок ну лиц абсолютно заводится с полтыка ну наверное ну и вообще даже вот по состоянию судья вот как бы тоже не первый год замужем вот так вот с характерным щелчком включая включается скорости только у новых тракторов то есть которые вообще не эксплуатировать потом кулиса немножечко так как бы раздрачивается и ходит трактор намного легче вот ночью завести заведу с ножки мтз и с ножки непривычно ну ладно нейтралку я поставил почему-то не с первого раза обычно обычно это все бывает с первого ну третий раз последний если не заведется то и хрен с ним не завелся хрен с ним подсосать надо было короче вот такой вот я считаю офигенский тракторец самым лучшим движком жалко только что без стартера все спасибо до свидания рад если кому-то это будет интересно и полезно